Ну что, друзья, всем привет! Это четвертый выпуск нашего сериала про красно-белые регионы. И сегодня мы отправляемся в Тулу. Коллектив Тульский очень известен. Давным-давно уже болеет за Спартака, гоняет на все возможные акции. Поддерживает команду как в Москве, на выездах и так же в своем родном городе. Сегодня мы идем к Бронвей. И, соответственно, это будет очень мощный и хороший выпуск. Поэтому сразу же заряжаем плотный, мощный лайк. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Кто это едет-то у нас? Здорово, пацаны! Да, ну как оно? Ну, погнали! Тогда в Тулу, видишь, едем в Тулу. Ну, погнали! Как обычно, наши друзья из Traveling Crowd поддерживают нас в этом формате. Ну что, парни уже улетели, а мы полетим за ними. И веди к фанатам. Четвертый выпуск красно-белые регионы. Красно-белая Тула. Погнали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ауди, блядь, по комфорту, братан, как и автобус, блядь. Цвет, цвет, конечно, хороший, блядь. Ну, по комфорту, как автобус, блядь. Так, стоп. Кто звонил-то? Братишки уже. Алло, да, Сань, здорово! Не постанова. Но мы уже рядышком, да? Помнишь мост, где команду встречали? Конечно, помню. Видосы готов даже показать. Можешь, да? Покажем обязательно. Так, ну и что? Суперс. Сейчас посмотрим, блядь. Я думаю, минут 20. 20 минут, да. Все, давай. А ну-ка, просто отлично. Все, давай, сейчас будем. Короче, позвонили пацаны. Блядь, помните, где типа команду встречали на мосту? Флэшбеки, блядь, с Вьетнама подъехали. Конечно, помню. Что-то придумали, наверное. Твой прогноз. Твоя ставка пришла. Блядь, давай так, надо. Видите, вот пиротехника. Моя ставка, что там будет Васина растяжка. Васина лицо. Васина лицо, блядь. И надпись, где Вася? Кстати, ребята, где Вася? Вы знаете, где Вася? Знаешь, где Вася, нет? Знаю. А я вот не знаю. Может быть, попросим, написайте-ка наших подписчиков. Пишите в комментариях, где же Вася, где Вася? Ладно. Опять назад, скажем. Ладно, только пасы мы поедем, ладно? Давай. А я пока, блядь, пойду назад туда пасы. Вот это красавцы, блядь, мужики, просто. Парни подготовили растяжку Тулу против Фанайди. Такой растяжкой они нас встречают на четвертом нашем выпуске «Красно-белые регионы». Я думаю, что это заслуживает мощного и жирного лайка. Парням отдельный респект. Ссылки на них прилетают прямо сейчас. Ну, а мы, вы уже поняли, заезжаем в Тулу, поэтому сейчас начнется основная часть нашего выпуска. Все против Фанайди, и Тула в том числе. Здорово, парни. Здорово. Не постанова, между прочим. А что, друзья, мы в Туле, как вы уже могли понять, находимся в самом сердце Тулы. Это Кремль, Тульский Кремль. Вчера парни нас неплохо встретили на мосту с растяжкой. Все как положено. Да, да, да. Тула против Фанайди, как, собственно, и все правильные пацаны. Парни, ну что, начнем? Начнем выпуск. Четвертый выпуск «Красно-белые регионы», «Красно-белая Тула», «Тульский». Братва, расскажите о коллективе, как давно вы начали двигаться, какие темы, как гоняли по выездам, когда мы еще гоняли. Ну, в общем, про коллектив. Давайте начнем. Наверное, нашу историю можно начать, считай, с 2008 года, где обычные тульские ребята ездили на «Спартак», ездили по отдельности, потом познакомились и решили гонять вместе. Можно назвать это «КБ Тулой». Получается, мы стали набирать народ и активно гонять в Москву. Да, вот, например, на Лиг Чемпионов мы вывозили состав по 150 человек. Сколько? 150. 150 из Тулы? Да, да, да. Что, поезд целый захватывали? Два больших автобуса. Ну, со временем образовался костяк, который понял, что нам неинтересно просто ездить на футбол, а хочется двигаться. И получается, что зимой 2012 года в одном из кабаков Тулы у нас был сбор, и мы решили, что... 150 человек. Да, да. И мы на этом сборе приняли решение, что создаем коллектив и будем проявлять инициативу не только поездками, но и в других делах. Так что 1 февраля 2012 года дата основания Тульской. Парни, расскажите, как давно вы как регион вступили в Ультру, так это можно назвать, и с кем у вас из Ультры, что в Ультре очень большое количество коллективов, это известный факт. Может быть, с кем-то у вас есть определенная дружба, с кем вы чаще какие-то совместные акции проводите, там рисуете, глядите и так далее? Ну, в свое время в Крикс вел блок на Фратре, касающийся регионов и активной поддержки. И мы решили написать ему то, что хотим двигаться с Ультру. Получается, что мы первый региональный коллектив, кто вступил в Ультру. И с того времени нас начали подтягивать на раскладку перформанса, на пироакции, на все такие интересные движухи. То есть мы с того времени регулярно в этом стали участвовать. Расскажи немного про дружбу с коллективами. Когда мы решили стать не просто регионом, а именно инициативной группой, мы познакомились также с парнями из G7, которые мы вместе до сих пор общаемся плотно, прям дружим. Это наши братишки. Они нас как раз-таки в то время помогали, поднатаскали, в общем. Также имеем плотное общение, дружбу с братишками из Убригейт, со всеми коллективами Ультры. Также с региональными коллективами. Это КБНН с Нижнего Новгорода, парни. Получается Иштайл, РВСУ, Оренбурге, Кейбенд и другие регионы. Питер. То есть в Питере два коллектива, мы прямо с ними тоже очень дружим. Это коллектив Питерский и Hands of the Painter. Всем парням привет. Всех уважаем. Любим, ценим. Сейчас именно активных мы насчитываем 20 человек. Но у нас есть парни, которые не состоят в коллективе. Они нам помогают. Они приезжают на граффити порисовать с нами. Они могут помочь нам финансово, когда мы испытываем там трудности, то есть закупиться там краской и прочими другими делами. В среднем, вот так вот, если считать тульских, бывших тульских или около тульских, то нас можно смело, ну, человек 50-60 точно насчитать. С тех пор, до сих пор, как бы, вот активно двигаемся. Вы приехали на спортплощадку. Да, да. В общем, как я уже понял, ваш коллектив не просто гоняет за спортом, еще есть какая-то правильная дисциплина. Расскажи, пожалуйста, как у вас все это протекает в коллективе. Как ты правильно заметил, кроме выездного угара, чада и кутежа, мы стараемся заниматься спортом. Регулярные тренировки по боксу у нас происходят. Принимали участие в турнире под эгидой Ультры, за твои цвета, открытый ринг. По определенным причинам не получилось вывезти очень много людей, но мы привезли наших парней. Они выиграли свои бои. Мы прям гордимся парнями. Смотрим на тенденцию такую, что во многих ультрасколлективах все занимаются спортом. И мы не хотим в этом плане отставать и хотим быть физически развиты. Как давно вы так вот собираетесь, действительно занимаетесь спортом? Стараемся заниматься как можно чаще, то есть 2-3 раза в неделю стабильно. Давай, ты мне попросил, скажу сразу, Саня говорит, Серег, будет желание, возьми с собой какие-то спортивные вещи, а-ля. Не хочешь ли попробовать с нами? Я говорю, парни, ну конечно же хочу. Что я скажу, нет? Поэтому мы сейчас идем переодеваемся. Да, конечно. Пойдем немножечко поработаем. Побоксируем, поработаем. Почему нет? Дадите мне по шишке мои лысые. Нет, столько, какая шишка лысая. Дадите мне по моей лысой голове немножко, чтобы эти мысли пришли в чувство. Или как? Уже поплыл, уже боюсь. Видите, язык уже заплетается. Ладно, что, погнали? Погнали. Закрывай камеру. Пробежались немного, задышали, сразу же, моментально задышали. Ну а сейчас будем что, боксировать, поэтому прощаюсь заранее со всеми. У нас, что ли? Спасибо, брат. Я моих дайс на нем, не боксировать. Спасибо. Парни, на самом деле, тема очень мощная. Постараться занимался какими-либо единоборствами лет, наверное, восемь назад. Ну и все, как обычно. Абик закончился, потом что-то впаду встал, что-то в футбол начали играть, потом веса пошли. В моем животе больше. Вот в итоге приехали в Тулу. Вспомнил. Обалденно. На самом деле, блядь, ностальгия. Ну, те, кто там занимается, наверное, меня поймут. Короче, мощно, мощно. Тулякам огромный респект. Честно говоря, руки уже вот просто висят, как будто, блядь, два бревна. 50-килограммовых на них. Друзья, тренировка закончилась. Огромное спасибо ребятам из коллектива Тульские. Огромные молодцы. Спорт – это жизнь. В любом случае, несмотря на все приколюхи по жизни, ребята делают хорошее дело, за что им огромное спасибо. Спасибо, парни. А мы идем дальше. Старик, что скучаем-то? Родник, здорово. Слушай, на самом деле, не скучаю. Я сижу в Винлане, во-первых, выбираю любимую команду. Если ты не знал, там у них есть такая тема. Выбираешь любимую. Объясняю. Выбираешь любимую команду, и твоя команда идет в топе. Пока что в топе почему-то синие, бело-голубые. Очень странно. Но об этой теме мы расскажем в следующем выпуске, братва. Ну, а вторая тема, почему я здесь, собственно, сижу в этом лесу один, это потому что хочу выбрать победителя вот этой вот прекрасной футболки. В том выпуске «Красно-белые регионы» мы обещали, что выберем победителя, который заберет эту футболку с автографами игроков. Подгон от наших друзей из Винлайна. Ну что, пришло время. Выберем его, да? Да, вот и попробуем. Сто процентов выберем. Друзья, ну что, выбираем выпуск на YouTube. Выпуск «Красно-белые регионы». Переходим в какой-то рандомный сайт. Нашел просто по первому поиску. Выбрать победителя по комментариям на YouTube. Вставляем ссылку. Смотрим. «Красно-белые регионы», «КБ Екатеринбург». Загрузить данные. Все комментарии есть. Мы выбираем случайный комментарий. Пишешь? Одним кадром, парни, пишем. Погнали. Какой-то «Сега». Короче, «Сега», «Екатеринбург», «Красно-белый город». «Сега», вот еще раз твой профиль. Ты выиграл футболку. Получилось символично. Если ты действительно из Екатеринбурга, то значит эта футболка полетит к тебе, но уже без нас. Друзья, поздравляем все «Сегу» в комментариях. Мы идем дальше по этому выпуску. Поэтому не забываем, что в нашем телеграм-канале очень много идет розыгрышей. Ну и «Красно-белые регионы». Будем потихонечку какую-то такую тему интегрировать. В этом выпуске тоже будет небольшой розыгрыш в конце этого выпуска. Поэтому смотрим до конца. Ну что, все как обычно, честно. Все справедливо. Винлайн спасибо за подгон. Ну и этот подгон летит в «Сеге». Прямиком в Екатеринбург. Мы с ним свяжемся обязательно. И вам в телеграм-канале расскажем, действительно ли «Сега» болеет за «Спартак» и действительно ли он находится в Екатеринбурге. Продолжаем выпуск? Да. Тогда я присяду, а ты иди, откуда шел. Отдохну чуть от тебя. Пустой. Друзья, время 5.42. Мы проснулись. Едем сейчас с ребятами в Москву провожать команду на сегодняшний матч против «Динамо». Короче, вот тоже пример ближних, так скажем так, регионов, да, к Москве. Какая-то ультра-стема без проблем. Собираются парни, снимают маршрутку и гонят в Москву. Соответственно, мы приехали в Тулу. Ну и, естественно, мы едем с парнями сейчас в Москву провожать команду на футбол, заряжать их на победу, как это было, все помните, перед кубком. Надеюсь, что сегодняшний наш ранний подъем он не пройдет даром. И мы сейчас приедем в Москву, встретимся со всей братвой, проводим команду на сегодняшний матч. И «Спартак» нас сегодня не подведет. А потом, что самое интересное, мы поедем обратно в Тулу и будем смотреть футбол здесь. Парни там сняли какое-то помещение. Короче, должно быть интересно. Сегодняшний день должен быть по-настоящему насыщенным и красно-белым. Лёх, слушай, скажи, пожалуйста, вот сейчас мы едем в Москву, я уже сказал, там, рано утро, да, и так далее. Скажи, пожалуйста, ваш коллектив, как часто выбирается в Москву? Понятно, что ехать совсем чуть-чуть, ну, там, два часа, это в Москве. Ну, все же, как часто вы выбираетесь на различные какие-то мероприятия, которые проводят утра? Может быть, сами там что-то придумываете и идти в Москву? Как у вас налажена логистика до Москвы и обратно в черный год? Ну, так как мы коллектив региональный, мы хотим проявлять активность, мы стараемся при каждой возможности посещать мероприятия в Москве, когда нас зовут, например, ездим на турниры футбольные, турнир памяти, турнир ультры. Стабильный каждый год? То есть, не пропускаем? Да, мы любим там участвовать, иногда даже добиваемся результатов. Также турнир по боксу стараемся посещать. И также активно участвуем с ребятами из дружеских коллективов, ездим на граффити. Вот, недавно, например, ездили провожать команду перед кубковым матчем с Динамо, вот, надеемся, что даже наша поддержка помогла команде. Ну, безусловно, помогла, потому что тема с кубками вообще была знаковая тема. Мы все живем одной идеей, ребята легкоподъемные, у нас одна цель, и мы ее достигаем, поэтому никого не приходится уговаривать, это наша жизнь. Серег, я увидел фотографии, там, у вас в инстаграмах, да, там, запрещенная сеть на территории Федерации, кстати говоря, у ваших ребят был у вас какой-то выезд, где там какой-то ад, где происходила гитара, что-то, какой-то слэм, там, куда вы гоняли? Что-то это было? Это один из последних выездов, уже во времена Фан-Айди, двойка играла в Волгограде, мы решили угореть, съездить в полскулу, набрали полную маршрутку народа, взяли с собой гитару, алкоголь, в процессе подлудили, вошли песни под гитару, слэм, в Гар просто адовый выезд, есть много видосов, было очень смешно, и ради этого и стоит гонять на выезда. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, мы победим! Субтитры создавал DimaTorzok, 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 Мы пока можем это делать только на таких каких-то мероприятиях, или где-то еще их искать. Для нас это большая трагедия. Наши рули движения спартаковского решили, что с начала этого года будет бойкот. Мы его полностью поддержали, никто из нашего коллектива, ни один человек его не нарушил, и будет продолжать до того момента, пока этот закон не отменят. Я считаю, и все мои парни, мы считаем, что все те блогеры в телеграм-каналах, которые гоняли и гоняют активно, они сейчас освещают то, что они ездят на футбол, несмотря на то, что уже рулями принят бойкот. Я считаю, что они расшатывают лодку и неправильно поступают. Также все, кто ходил и ходит на футбол, они все подрывают наше имя спартаковское. То есть все должны максимально прислушаться к лидерам. Лидеры, они на то лидеры, чтобы решать. Должен быть вожак, все должны слушать вожака. Нравится или не нравится. Это все делается во благо нашего движения, потому что мы не должны терпеть такое отношение к болельщикам. У нас просто отняли дом все то, чем мы живем, помимо своей личной жизни. Поэтому мы поддерживаем бойкот и будем делать это до конца. Еще раз. В соцсети ребят перед вашими глазами переходим, поддерживаем пацанов в телеграм-канале. Давайте сделаем максимальные им охваты, потому что парни делают грамотное дело. Сегодня мы приехали из Тула сюда. Сейчас у нас все уже маршрутка. Мы этим смотреть футбол в Туле. И, в общем, покажем, как это будет. Прямо буквально, как обычно, для нас это, блядь, 3 часа, там 4. Для вас несколько секунд. Братан, ну, закрывай камеру. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ЧАКИ, ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ НАВСЕГНА ИГРА ВАЛИЛЬБО СТОЛЬ ПОНА ЗАЙТИ СКОРЕЕ СЮДА СЕЙДЕЙ, 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 СТОЛЬ! СТОЛЬ! ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ладно, чтобы мы грустим-то. Начало чемпионата, Динамо там, ладно. С горемно-пополам! Один-оле Они тебе будут радоваться весь сезон. Понимаешь? Отомстись, Вот Выбирали. Да ничего. Ну, молодцы, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС! Здорово! Я предлагаю вам выпить Квасу, чтобы Динамовцы Параловались в этом сегодня разочек. И больше у них не было этого повода. Согласен. Абсолютно. До дна. го-го-го-го to the street Погнали! Парни, ну понятно, живете в Туле, постоянно матч Спартака, на котором мы ездили, вечно разъезды, 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 не можем не пройти мимо темы выездов. Есть ли у вас какие-то рекорды по выездам, например, по численности, либо по человеку, вы золотой сезон убьете? Какие-то самые угарные истории, что есть в памяти? У нас есть один наш очень уважаемый человек, который пробил золотой сезон. Он посетил все официальные матчи нашей команды, это был 2014-2015 год. И помимо этого он еще пробил все гостевые матчи Спартака-2 в тот сезон. Это наше самое сильное достижение. Есть парни, которые около 100 выездов пробили. В этом плане стараемся не отставать от всех. Казань. Маленькие две истории. Первая история. Мы ездили в Казань в 2014 году. Два раза тогда было в апреле и в августе. И два раза подряд наших парней принимали копы. Классика Казани, в принципе, да? Просто, да, классика. То есть парням дали по 15 суток. За что? Да. Им не понравились их татуировки и наклеечки. Вот. И то есть их за это притянули, задержали до матча. После матча мы их ждали, передали им деньги, еду, все, что было. И поняли, что их не отпустят. Мы уехали. Мы держали связь, чтобы парней не оставить в беде. Искали адвоката. Но в итоге там так получилось, что их досрочно все-таки освободили. Да. То есть мы нарисовали граффити, который покажем в выпуске обязательно. Мы поддержали парней граффити деньгами морально. То есть не бросили в беде. И получилось через несколько лет, в ковидный год, в 2020 году, мы приехали в Казань. Давай угадай, вас опять приняли. Да. Мы шли по улице Баумана, никого не трогая. Но к нам было повышенное внимание. У нас был состав, ну, несколько человек с разных коллективов. Тульский, УБ, Бидерский, ХТП, G7 все вот были. Как бы все братишки рядом. Идем. И до нас товарищ майор докопался. Сказал, ну, то что нормально себя ведите. Мы, конечно, сказали, мы себя нормально ведем, никого не привлекаем. То есть отстаньте от нас, грубо говоря. Уж заходим в бар за угол. И тут же просто приходит целая рота этих товарищей. И нас всех просто переписали, повязали в автозаке, отвезли в отделение. Промурыжили четыре часа. Вот. И отпустили. То есть непонятно, для чего все это. Но, как бы, вот привлекали внимание чем-то. И, как бы, были такие истории. В общем, есть еще одна интересная история. 2012 год. Парни собираются на выезд в Самару. Не в Казань. Не в Казань. Ты же сказал, что в Самару. Чего спрашиваешь, да? Ха-ха! Собираются в Самару. Приехали на московский вокзал. Ждут свой поезд. Видят, стоит парень. Бородатый в красно-белом шарфе. Стало интересно, кто это. Мы подошли познакомиться. Оказалось, что это серп, который учится в Туле. Так у нас... Тульский серп. Тульский серп. Где еще такого встретит? Так, с ним мы познакомились, наладили общение. Выяснилось, что он большой фанат Сорвенной Звезды и Спартака, и до сих пор мы с ним поддерживаем связь, он один из нас, Даня, привет. И вот благодаря ему мы, кстати, первый раз сгоняли в Сербию, узнали, что такое сербское гостеприимство. Теперь мы регулярно гоняем в Сербию, если есть Даня, он нам всегда помогает, если его нет, то его друзья всегда с нами, то есть вообще ни в чем себе не отказываем. Русы, сербы, братья Зеввек. Стараемся гонять на Евровоезда, то есть последним можно отметить Варшаву, также Марибур. Парни у нас участвовали в известном замесе в Вильбао. А еще... Ну еще можно отметить матч в Салониках, тогда было без гостевой трибуны, но наш парень оказался на этом матче, был на стадионе. Это тоже одно из наших достижений. Круто, круто. Это заслуживает уважения. Парни, куда вы меня привезли? Что это за место вообще? Ну я так понимаю, тут депо? Да, да, да. Место депо, да. Здесь что? Расскажите, в чем мы тут делаем? По сути, это историческое место для тульских. Здесь в свое время был гаражный кооператив. Мы здесь сделали свою первую граффити-работу с порта Культурас. Здесь у нас была первая граффити-войнушка с местными конями, потому что это граффити часто перебивали. Мы его часто восстанавливали. Граффити с порта Культурас четко просматривался со всех ракурсов. Это не нравилось местным коням, и они часто его портят. Ну а мы часто его восстанавливали. И все это продолжалось до тех пор, пока гаражный кооператив не снесли. Так что вот тулу мы, в принципе, не сдаем на его месте. Во-первых, мы считаем, что тулу красно-белую и должна быть в красно-белых цветах. На протяжении всей нашей деятельности мы делали и делаем очень много граффити, которые, естественно, перебиваются. Перебиваются однодневными конторками. То есть мы тут же исправляем в правильные цвета и сохраняем город в правильных цветах, в красно-белых цветах. В общем, основные это кони, да? Какие-то динамо, что-то еще. В общем, кони, когда приезжали ребята с Питера зенит перебивали, коней часто перебивали, динамо. Ну все, кто приезжает, они оставляют за собой такие пакости, так скажем. И мы это все чистим, чистим, чистим. Да, то есть порт у нас в правильных цветах остается. Вот, а так в Куле, вот именно, вот Арсенал, они любят тоже иногда поднасрать, так скажем. Правильно, правильно. Поднасрать, они же с конями дружат. Да, да, то есть пытались что-то с нами воевать, но мы их не рассматриваем как порогов, как бы. У нас основные оппоненты это вот кони и, ну, динамо, локомотив, зенит и все. Продолжение следует... Чем хороша Тула? Тем, что буквально 5 минут там на любом транспорте, на самокатах, либо на машине, либо на такси, ты можешь посетить кучу локаций. Интересно. Мы сейчас находимся практически, ну, не в центре, да, там города, а, короче, в парке, в центральном месте города, где куча молодежи, людей и так далее. И на фоне нас находится прекрасная надпись. Ее отсюда плохо видно, мы вам сейчас ее покажем. Граффити в КСАЭЛ. Там вода. Расскажи об этой теме. Я сейчас немножечко вам расскажу, где мы находимся. Мы находимся на Пролетарской набережной. Это место, которое посещает молодежь и все жители города. Оно находится на стыке Пролетарского района и Центрального. То есть здесь очень большой поток машин, людей и так далее. Здесь на воде есть колонна. Мы очень долго вынашивали идею, что там нужно сделать граффити, чтобы все видели вот красно-белые цвета. Получилось так, что вот, да, вот мы сделали граффити, там четыре буквы, которые все знают. ФКСМ, футбольку спартака. Ну вот, собственно. Да, как бы. Такая же сила сильная. Да, да, да. Вот, и это граффити, оно уникально тем, что его трудно перебить. Вот, то есть ни враги, ни коммунальной службы его до сих пор не тронули, оно уже висит довольно продолжительное время. Сколько оно висит? Оно висит, получается, около двух лет. Вот. А как и каким образом мы его сделали, я рассказывать не буду. Напишите в комментариях, как вы думаете, каким образом это граффити там появилось. А те, кто посмотрит из других цветов, вот вам тоже квест. Да, да, да. Попробуй перебей. Да, да, да. Ну сильная тема, сильная. Ну подписчики, погнали. Парни, находимся, ну так же, не отходя от кассы, в центре города, администрация ваша, здесь много что связано с этим местом. Сутов всегда все перли в сторону стадиона. До стадиона, до 5 минут, может быть, 15. Сам стадион, матч Арсенал-Спартак, вашему коллективу 10 лет. Вы, я знаю, что вы делали много перформансов. Ну естественно, как правило, регион, где играет Спартак, он делает на трибуну ПЕД. Расскажите о ваших первых. Первый матч Арсенала с Спартаком в Туле, мы с друзьями из G7 решили сделать, так сказать, небольшой перформанс. Ребята нарисовали портрет Оленичева, ну а мы, как бы, совместно с ними сделали растяжку. Это был наш первый опыт в этих делах, спасибо парням, что, так сказать, помогли нам, и мы набрались опыта, чтобы в этом плане дальше развиваться. Затем был наш первый «Борис везде и всегда». Это рисованный баннер на всю трибуну, где мы победили 1-0, несмотря на сложную игру и тяжелые погодные условия. Считаем гордостью наш перформанс с Николаем Петровичем Старостяным и баннером на всю трибуну Спартаковцы, те, кто в игру вкладывает душу. Считаем, что он у нас получился красочным и красивым. Слушай, ну еще хочется отметить, ну с моей стороны, очень вашу крутую акцию, я не помню, было два года назад, по-моему, мы ждали команду в Туле, как раз-таки возле того моста, где вы вчера нас встречали. Да, 2020 год. Я помню, там было очень много народу, все это было подготовлено, все мы выстроились на дороге и встретили команду огнем и растяжкой. Растяжка была всегда рядом, хотелось бы небольшой предыстории, это были ковидные времена и была информация, что не будет гостевого сектора и матч пройдет без нас. И мы решили, что мы не можем это оставить без нашего участия, поэтому собрали весь наш актив и нарисовали растяжку, купили фэйрай и поехали на трассу встречать команду. Это было круто. Парни, сейчас Тул уже вылетел из премьер-лиги, а матча из Павтака здесь нет. Чем вообще занимаетесь, помимо того, что там какие-то акции есть совместные? Чем вообще? Ну смотри, это футбола нет, но зато есть хоккей. У нас играет молодежка и это, ну смотри, это футбола нет, но зато есть хоккей. У нас есть тульская команда, которая играет в молодежной хоккейной лиге. А там есть академия Михайлова, она играет со Спартаком. А, ничего себе не знает. То есть мы каждый раз собираем как можно больше количества наших ребят. Даже, ну приезжали, ребята пробивали выезда с разных, там, с Москвы, с разных регионов. Вот, и как раз таки в этом году следующая игра МХК «Спартак» в Туле будет 14 ноября. Да, это понедельник, но надо по-любому... Ну и до Тулы ехать не день, понимаешь? Как бы да, то есть пару часов с Москвы, я думаю, ребятам было бы неплохо сорваться и приехать. Мы всех всегда ждем как-то. Слушай, прикольное дело. Да? Ну и мы думаем, что-нибудь красочное намутим на этот матч. Обязательно намутим. Кто же гуглит сейчас себе? А что гуглить билеты-то не нужны? Ну да, да. На машину сел и поехал. Да, все, поехали. Получается, увидимся в ноябре. Да, да, надеюсь, все приедут, конечно. Возьмите себе на заметку обязательно. Ну что, друзья, этот выпуск подходит к своему концу. Все хорошее, рано или поздно заканчивается. По крайней мере, этот выпуск заканчивается. Я безумно рад, что мы к вам приехали. «Красно-белые регионы» четвертый выпуск. Наш сериал про регионы набирает обороты. Мы не останавливаемся. И говорят таким пацанам, этот формат жив и будет жить еще очень долго. Парни, жму руку. Спасибо вам огромное. Спасибо, что приехали. Я вам желаю процветания вашему коллективу. Все ваши браты предогромный привет. Есть, может быть, что-то добавить уже в конце? Я бы хотел немножечко закончить рассказ про наш коллектив тем, что мы не просто инициативная группа активная. У нас больше, чем коллектив, мы семья. Это громко, наверное, для кого-то сказано, но так и есть. То есть у нас любая беда, любая радость, мы все вместе это переживаем. Мы друг с другом как бы на связи 24 на 7. То есть всегда мы друг от друга не отдаляемся. Вот. И как бы всегда всех ждем у нас. То есть я знаю, что в Туле есть активные ребята, которые хотят быть в движухе. То есть мы всех ждем у себя в рядах. Короче, друзья, как мы уже говорили в этом выпуске, у пацанов есть свой телеграм-канал, свои соцсети. Вот их телеграм-канал. В нем в описании есть способ связи, так скажем. Поэтому, ребята, все, кто из Тулы, болеет за Спартак, либо там из соседних городов, деревень, не стесняйтесь, пишите пацанам. Они со всеми встретятся. Мы сами, когда были молодыми, так же, в принципе, не знакомились между собой. Потом все это образовывалось какой-то коллектив и начинали гонять там. Поэтому у кого есть бешеное желание помогать и развиваться внутрь с тематикой, неловкого не ловить, ничего в этом нет такого. Правильно же я говорю? Конечно, конечно. Поэтому и обязательно подпишитесь на телегу пацанов. Им будет очень приятно. Ну что, может быть небольшой розыгрыш. Забыли совсем про розыгрыш. Наш же братва любит все эти конкурсы и подарки, да, подписчики вы наши. Ну что делаем? Давай, давай. Тула. Чем славится Тула? ТТ, Тульский Токарев. Оружейные заводы, пряники, Кремль. Остановимся на пряниках, предлагаю. Да, конечно. Короче, условия конкурса следующие. Парни рассказывали про граффити на воде. Кто пропустил, чуть перемотайте назад. В общем, условия такие. Нужно написать в комментариях, как ребята рисовали это граффити. Ну, как вы думаете, как они его нарисовали там. Разные могут быть способы. Поэтому пишите в комментариях. Если правильных ответов будет несколько, мы рандомным образом выберем победителя и отправим ему пять тульских пряников. Конечно. Осилим? Конечно. Самые свежие пряники к вам приедут. Все, братва. Поэтому ставим лайк этому выпуску. Красно-белые регионы, красно-белые Тула, тульские. Заканчивается. Это было хорошо. По-настоящему хорошо. Поддержите выпуск, лайк, подпишитесь на наш канал, потому что нас смотрит 70% без подписки. А это, наверное, очень плохо. Для нас. Наверное. Поэтому, брата, всем огромное спасибо. Еще раз спасибо вам. Хух. Не хочу прощаться, но семья ждет дома. Все, пока. Всем удачи. Закрывай камеру. Закрывай камеру.